Хорошо сказать, что сейчас, когда был праздновал сиденье в воде Шила Гурудева, он тогда находился в Нойде. В Нойде они во Вриндавании. Там было много вайшнау, которые прославляли Шила Гурудева. Там были и Сидданьки Махарадж, там был и Раданат Прабху, который прежний был президентом Искона в Нойде. Гокула Чандра Прабху, Савита Диди, Аджай Прабху, много других Прабху, которые прославляли Шила Гурудева. Я очень много рассказывал о Шиле Гурудеве, и там были люди из Искона. Один человек просто зарыдал на лекции и сокрушался от своего несчастья в том, что он был и никогда не встречался, не имел возможности соприкоснуться с таким Махапурушей, с такой возвышенной личностью Шила Гурудева. Я рассказывала тогда, что обычно люди любят своих детей. То есть любить своих детей — это легко. Когда любишь чужих детей, вот это вот уже незаурядная вещь. У Шила Гурудева было именно качество любить всех детей, то есть любить особенно чужих людей. То есть он для всех полностью отдавал своё сердце. Я рассказывала о том, какие замечательные проповедники выросли тогда под опекой и заботой Шила Гурудева. Этот человек просто там разрыдался и тоже познавлял Шила Гурудева. Вот это я, Зачем сейчас? Все. Так что Харь decides что когда что-то добавлял deserve архива живы вода и Махапана. И Хармад сказал, что он забудён, и возбудён, слаancer в coverage, своллитён. И chronic так и там заин anyway. Они запнают архива. Магаданг — Муха, Муха, Бхуды. Во всеми своих силы, они приходят в Муха, то есть много людей, брат, дед, братья, мама, гармированная, родственник от Муха, мальчик, Konservа, бie McKазарм. Они такая, как кейтинг властей, она там была такая, насколько помогал. Они лежат в Муха и Матхея, вот здесь я говорил. То есть, я уже рассказывала о том, что когда только человек рождается, у него сразу открываются счета, он становится должным очень многим личностям. Он становится должным сразу полу-богам, которые заботятся и смотрят за этим миром, снабжают, чтобы здесь было света достаточно, воды достаточно, чтобы было продуктов, пищи достаточно. Человек сразу становится должным всем родственникам, которые начинают одаривать его и подарками, и заботой. Он становится должным и своей матери, отцу, которая заботится, не воспитывает. Он становится сразу должным перед всеми, кто управляет в человеческом обществе, то есть перед всеми правителями, перед президентами, премьер-министрами, всем всем остальным. И человек не может сам никогда отплатить за все эти долги. Поэтому, в Писании предписано, чтобы заплатить по всем этим долгам, то нужно начинать поклоняться верховной личностью Бога. Таким образом, все долги будут покрыты. Таким образом, все долги будут поклоняться верховной личности Бога. Таким образом, все долги будут поклоняться верховной личности Бога. Таким образом, все долги будут поклониться верховная личности Бога. Возвращение в определенном нефти и теми-гаде. Как Кристот сказал, Ман Манабхага, Мадвара Факдабхага, Мам Жадьи, Мам Намасква. Возвращение в определенную ориентированную армии, Мам Икан Сарма Маради, Он исторически говорит, «масит» и «масит», Он говорит, «я жизнь?...» Возвращение в определенном контракте, просто он говорит, что он говорит, чтобы вернуться целый. Продолжение следует... Если они сидят в суху, они когда-то... Они как-то действуют в суху оригинально. И что-то в состоянии, что-то давление. Если говорят, что это так, то что в суху? Евгений не получается. Он мне удалил. Это «Сикольный, о чем ты, ты скажешь, кто и человек. Он говорит, что ты пара. Если он начинает остаться дома, то когда ты возьми по-дoshу? О чем Глазу был, он бы посчитал, он бы забрал тебя. Как ты говорил? Тоже мой Клинар. Когда ты говоришь о ядра, он бы планировал его. Она странная зеркала вот так, что он бы говорит на глотальное. That if it wouldn't come to any problem, any bad thing, the Lord did not get punished with it. Why not get punished? The Lord is the know, He did not want any damage or damage, only one pointed, He took bhajan to me. So she is completely controlled by this love of Exhali. So He did not want to get punished with this devotee. And He was cleaning this body, again He had chance to be doing bhaja, He didn't want to get punished. Следующая замечательная шлока, которая идёт дальше, говорится, что когда человек начинает поклоняться Господу, как начинает поклоняться Господу, полностью отдавая лишь Ему одному своё сердце. То есть когда для человека Господь становится лишь единственным предметом медитации, единственным предметом устремлений и желаний, вот это называется «направленная пакта», не совсем по-русски, но тем не менее. Если такой человек, который целиком полностью отдал своё сердце Господу, если он совершит какую-то оплошность, совершит какой-то проступок, или совершит какое-то, даже если это будет преступление, то Господь не будет его за это наказывать совершенно. И здесь сравнивается, пример для сравнения такой, что когда маленький ребёнок, если он вымазался или сделал какую-то оплошность, то мама всё равно к нему будет относиться как к своему сыну, что она его не выгонит, она его не будет наказывать строго, она просто маленький ребёнок, если он даже вымазался по абсолютно чёрну, то мать её своей собственной одеждой умоет его и приголубит. Вот точно так же Господь поступает с тем человеком, который только лишь ему совершает свой баджин, не поклоняется другому, а то есть он отдал своё сердце только лишь Господу. И тогда Господь не смотрит на оплошности такого человека, он просто как по-матерински, он поправит всю эту ситуацию, он помоет, почистит и посадит себе на колени дальше. Он также говорил, что это слово «Саранатам си-крснам катха пунь-ня-sарабан-криттам». Это словоси говорит, что когда вы слушаете this «Харикета», что в этом году, крышна, в этом году, он в этой жизни, он приходит к Сахару, и когда вы приходите к Сахару, он тебе пример, что если вы очень хороши, если вы приходите к его праву, когда вы увидите, когда вы есть один «черр» там, что вы были хороши, вы были хороши, но он не сказал, «О, что вы сейчас делаете, что вы же это делаете?» «И что, что вы не можете купить?» Продолжение следует... Если человек входит в наше сердце через уши, через Харикадху, он входит в наше сердце, то он начинает это сердце очищать. И он это очищает с дружеской любовью. Это не так, что когда к вам пришёл потом дом, и у вас дома пыльно и грязно, и нужно сесть, то этот человек будет попросить вас, вот, нужно сначала мне это место очистить, а потом я сяду туда. Нет, Кришна поступает со своим преданным совсем по-другому, как настоящий друг. Он увидел, зашёл дома грязно, увидел, зашёл стул вообще очень грязный, он сам его почистил аккуратненько и сам туда и сел. Вот так поступает Кришна к своему преданному, к настоящий друг. Кришна, он говорит, Кршна, если ты захочешь痛 это, то если иногда ты сдал Бадхадов. Так же, у Бадхадов нет. Убивите, у нас есть же уральность, а у жить. Но если ты захочешь Liu Кархам, то во время ты удалился. Но когда ты захочешь сделать рухи, то что ты захочешь делать это, Их не так. Правда, если бы у вас не seen, он помогал. Он постоянно хотел бы уйти. но они не держат. Какое время выиграли, что не делать, больше не ты, все-таки. Прав aikов, Он всегда смотрится на его диапазон. rifя, многие свицы, я вижу это все-таки, но многие, многие, это так, но при таком, sacа танец, у вас так много усердностей, у нас нет, не только в течение времени, И так же, он не может петь. и на то, что падает зиму на тебя, и у него не так, чтобы разобраться этим речим. Малыш has не получал у86 노래 и еще разобраться, но он тут придет. Бхакта-сива-праврити таран-ай-e-винастая-на. Вы видите... Но он разобрался с лишним, он очень много большинства в таком сердце. Дальше Прабхупада пишет очень хорошую вещь в своих комментариях. Он говорит, есть ли вот такой человек, если такой человек, который поклоняется только лишь Кришне, Кришна принял его за это, если такой человек, мы говорим, все обусловлены, дальше Махарадж будет в себе, в общем, сейчас он себе наговорил, какой он обусловленный, я это просто буду переводить. Если человек обусловленный, у него есть слабости, никуда от них не деться. Занимаешься преданным служением, но всё равно есть при этом слабости. Говорят, у всех обусловленных жив такое есть. И тогда что делает Господь, когда он туда пробирается в это сердце, когда он там себе место уже сделал, сидит там, и он видит, что у его преданного он хочет ему служить, но у него при этом ещё много остаётся слабости. Его постоянно тянет не туда, куда нужно. Ему нужно туда запрыгнуть, сюда запрыгнуть. И тогда что Господь делает? Господь тогда ему просто не перестаёт давать эти шансы. Он начинает что-нибудь ему так, так, так ситуацию запутать, что даже если он туда и хочет прыгнуть, очень все веселые, то ему все ходы перекроют, чтобы он это сделал. Обязательно что-нибудь случится, то есть Господь всегда будет стоять за спиной, смотреть на желание. Господь просто не даёт, начинает не давать ему возможность, чтобы он упал и наломал дров. Он будет либо ему перекрывать все выходы, либо поддерживать его, либо просто вообще не давать никакой возможности. То есть у преданных, у обусловленных же у него и кама, и крота, и лоба, то есть и вожделение, и гнев, и зависть, и алчность. И когда человек начинает отдать своё сердце Кришне, не поклоняться больше никому другому, то Господь начинает ему не давать возможности что-нибудь как-нибудь искусственное, чтобы он не выплёскывал свой гнев, не выплёскывал алчно, чтобы он просто туда не мог попасть. И даже если он хочет туда запрыгнуть всеми силами, ему Господь уже не удовлетворяет это желание. Он что-нибудь такое строит. Когда Басуттель Махарады услышали, мы говорили очень хорошие вопросы, очень хорошие ответы. Сейчас, в моей жизни, это успешно. Почему? На Новый Джогендаре вопрос и ответы это очень важный вопрос, и даже в классе. Вы слышите 4 классы, 5 классы ответы. Вы слышите 4, 5 классы ответы. Вы слышите 9 классы ответы. Он называется «Акосинансphone» очень счастливо, очень счастливая хлопот, очень счастливая хлопот. Он подкрадет все мои ребята, Он был胖, Сейчас в доме younger, который был жен, вاشит, на пути, а потом в дшабр – вы неasma. Наба Йогенто и сачкай. С нами есть Наба Йогенто и с tobат. Наба Йогенто и сачкай. Нарада Дхамадзи Садрия, Наба-джагана Дхамадзи Садрия, Наба-джагана Дхамадзи Садрия. И они говорят, что если кто-то слушает эту область, то все обладают обиды, и они двигаются очень быстро. Итак, мы прослушали о беседе между Васудева Махараджа и Нарадамуни, который, в свою очередь, рассказывал диалог между Нами Махараджем и девяти ее гендрами о том, что является высшей целью, что такое майя, какие преданные. Там были другие вопросы, там было в общей сложности девять вопросов, последним из которых был о том, в Калию, кому нужно поклоняться, как поклоняться, насколько это удачное время. И после того, когда девять легенды рассказали об этом, Нами Махарадж был очень удовлетворён, и они исчезли. И Васудек Махарадж, который слушает об Нарадамуни, он тоже испытал огромное удовлетворение после этих ответов. И тогда Нарадамуни тоже исчез. И в качестве благословения в конце этой истории описано, что те, кто слушают об этих вопросах и ответах, они освобождаются от всех своих анабит и достигают Кришну прямо. Удивительно много вопросов. Как вы получаете результат? Теперь вы получаете вопросы, вы получаете ответы, но вы получаете ответы, и вы получаете ответы. После этого, все вопросы будут получать. Вы получаете ответы. Магараджи говорит, что когда мы приедем в следующий раз, мы продолжим это изучение, а оставшиеся вопросы изучайте. В следующий раз, в июле. В июле, когда мы приедем в следующий раз, мы услышим другие вопросы и ответы. Теперь вы получаете ответы? Моя mente не будет сегодня. В этом телевизоре очень много людей, но не проводят бhajan, не проводят людей. Они поддерживают сердце. С GadgetHs. Многие позиции. Не проводят бhajan, но если мы не проводим бhajan, то они заодно говорят о том, что он неприязательно. Они не знают, что такое бхаджан, если знают, то не следуют этому, и дальше будет объяснение о том, что происходит с теми людьми, которые не совершают этот бхаджан. Он говорит, что он ответил, что он создал бхаджан и асрам. Это бхаджан, это очки, которое произносило бхаджан, это асрам. Это был наш Барн, который мы создали. Человек, который я? Я ясну? Жива, Сворупа. кршна. Он «венец» и всевозможный. Он славян. Онطلب, наш бедр, gosto. Он говорит, что он всё, Бог. Это другое и народ. Я собираюсь, я с тобой, я креив, всё, я создавал все это. То есть зива, ось он в себе. Только в Бхайан. Если это не Бхайан, то все же, это материал, это же все же, только ел, когда он создал это, если кто-то не Бхайан, то в этом материал он был бы если учишься. И всегда, они с вами были очень страды. Есть семь типов. Жанна, Милтв, Жара, Бьяти, Адхиатник, Адхиады, Адхиатхи. Они всегда были верны. Если кто-то берет селтер, и бхазан, то Майя, он вернет его, и потом он был верны. Но Варна-Срама-дарма, вы не понимаете, в этом контексте? Не Варна-Срама-дарма. Все, что Бог создает, из этого тела. Когда он создал этот мир, все Варна-Срама-дарма, и все Варна-Срама-дарма, что это правило, как Вы? Для службы Кришна. Почему Вы Сон Духа? Потому что Он был создан для нас, или для службы Бхазана. Весь этот мир сотворен Господом. Все, что здесь есть, дано им. Все виды, образы человеческой жизни, это и когда человек учится, и когда он семейный человек, когда Ванапраска, и когда он танцующий монах, он саньяси. В отречении все эти образы жизни, все это явилось из тела Господа. то есть шудр, например, рабочие, и четыре варны, соответственно, тоже. И рабочие, и ремесленники, и таркоцы, и цари-правители, и браманы, все это появилось из тела Господа. То есть, фактически, весь этот мир служит для того, чтобы в нем служить Господу. Потому что, если ты стопа Господа, стопа что делает? Она служит Господу. Если ты рука Господа, она что делает? Она служит Господу. То есть, кто является по своей природе душа? Джавирасова Пахо и Кришны Ранитадаса. Он является вечной слугой Кришны. Все, что создано в этом мире, все общество, каждый уклад жизни, все абсолютно, оно создано только лишь для служения Господа. И если человек правильно видит все это и поступает в соответствие с этим, то он навсегда освобождается от иллюзии и рождения и смерти. А если человек не следует в этом направлении, а, получается, течет против течения, против всего этого, против всех этих законов, то его так и оставляют в этой тюрьме, в этом постоянном круговороте рождения и смерти, в своем канцере. Ваши, 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 Ваши! Если бхаджан есть, то вы можете сделать бхаджан, а также сделать бхаджан. Если бхаджан есть кто-то, то вы можете сделать бхаджан. Если бхаджан не совершает бхаджан, то не будет иметь силу. Так что все люди члены пхаджан. Не один день, когда у вас есть бхаджан, то вы члены. И на следующем день вы будете снять бхаджан. Нет. Не делать бхаджан. Для того, чтобы ваши слова имели силу, для этого нужно каждый день повторять бхаджан. Повторяйте своё обещанное количество кругов перед Господом. А не так, что сегодня я бы захотела это повторить, я бы что-то там повторю, а на следующий день я просто на гвоздике эти чётки висят. Нужно, чтобы это была практика стабильная, регулярная. И вот это будет давать силы вашей проповеди, словам вашей проповеди. Перед завтраком. И перед завтраком, наголо, но все остальные правила. Только лишь идя в этом направлении, можно стать счастливым в жизни. По-другому это невозможно. И Рупа Касамя говорит, что вначале кажется, что это святое имя, оно безвкусное и сухое. На самом деле нужно просто продолжать дальше повторять с усилиями это святое имя. И потом можно самим почувствовать о том, как оно будет становиться всё слаще и слаще и слаще. Если, так же как человек с больной пищей, он не может понять, что сахар он сладкий, если он будет принимать понемногу его регулярно, то он сможет это почувствовать. Точно так же святое имя оно полно этих сладостных отношений с Господом. То есть, что такое бхакти есть две идеи — Бхиди бхакти и бхадарин бхакти. Бхиди бхакти, это симптом Бхудхи-пурбига, Бхудхи. Бхудхи бхудхи не хочет делать эти вещи. Это не видно. Он может выглядеть. Он может быть на самих сторонах, но он может быть на такси. И так, бхакти, оно двух видов баэда-бхакти, то с чего мы всегда начинаем, это с чего все это всегда начинается, это когда ты с усилием начинаешь выполнять то, в чем ты еще не чувствуешь себя. Ты слышишь ни вкуса, и тебе может это даже и не нравится. Потому что у нас сложилась совершенно другая природа ума. Если нам нужно, например, повторять свое святое имя, то он начинает подсказывать различные отговорки и искать поводы, доводы, что лишь бы это только не делать. Но если появляется хоть какая-то вас может заниматься какими-то другими материальными глупостями, то вот тут уже прямо от противоположной все появляется большой азарт и энтузиазм для этого. То есть у нас сейчас такая природа, поэтому очень важно вначале все это делать с усилием, даже если ты вкуса пока в этом не чувствуешь. Так что Прабхупата говорит, что Манита, вверху, возьмите один шут, 100 раз бейте в свою голову. Прабхупата говорит, что Вайдабхати свое нужно начинать с того, что утром просыпаешься, берешься в руки туфли, Прабхупата или своего гуру, и начинаешь бить себя по голове пока не дойдет. Хорошо? Хорошо? Хорошо. Хорошо. Так что Несери пытается, и в эту жизнь, мы разобрали, вверху, воплодавая Мангаларти, воплодавая прасады. Несери может быть следоватым бхакти. Поста Махарач просит, говорит, пожалуйста, отдайте эту жизнь на следование бхакти, чтобы вы просыпались рано, нужно обязательно просыпаться рано, делайте Мангаларати, читайте Харинавн на густой желудок и все остальное. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил 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 DimaTorzok Продолжение следует... 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 Продолжение следует...